Заказчик просит получения разрешения на строительство апарт-отелей в микрорайоне Мамайка на территории бывшего санатория Фазотрон. Площадь участка 4,7 гектара. В первоначальном виде в проекте значилось 5 корпусов, причем без комплексного решения, то есть без учета социальных нужд населения. На прошедших двух советах авторам было предложено пересмотреть концепцию проекта. Давление заказчика довольно серьезное, поскольку он уже затратил средства на проектирование и готов строить хоть сейчас. Мы все-таки настаиваем на том, что нужно взвесить все плюсы и минусы этого решения и подойти к проекту комплексно. О том, что район, как и город в целом, перегружен некачественным жильем, говорит и глава города. В этой связи каждый из архитекторов сегодня, в праздничный день, должен это понимать, что мы просто несем с вами моральную ответственность перед поколениями за то, что делаем, за то, что строим, за то, что утверждаем. Мнение профессионалов учитывается в первую очередь, поэтому членов градостроительного совета глава города выслушал в первую очередь. За новую версию проекта большинство сочинских архитекторов проголосовало положительно. В доработанном плане учтена социальная нагрузка на микрорайон, да и сами строения вкупе с комплексной инфраструктурой должны украсить данный микрорайон, отметили архитекторы. К очередному совету авторы проекта действительно пошли на уступки и приняли к сведению все замечания. Переработав первоначальный план, заказчик принял решение убрать самый крупный литер, благодаря чему уменьшился номерной фонд апарт-отели, который, как выяснилось, предназначен для временного проживания без права на прописку. Уменьшив площадь застройки, удалось увеличить площадь озеленения рекреационных зон. Предусмотрена и парковка, сам же апарт-отель или, проще говоря, гостиница, убеждают заказчики и застройщики, будет доступна туристам даже с самым экономичным бюджетом. Выбрана та форма обслуживания воздуха, при которой человек приезжает, получает жилье и море. Но курорте надо строить то, что будет привлекать туристов круглый год, отвечает глава Сочи. Судя по мнению большинства, данный объект отвечает требованиям курорта. Вердикт – рекомендовать проект дальнейшей реализации. Елена Всецная, НГГБШ и Борис Осин, телекомпания «ФКТ».